всем огромный привет я рада видеть вас у себя на канале меня зовут татьяна уже ровно год как я здесь на youtube ровно год моему каналу я хочу наверно подвести какие-то итоги рассказать о том что мне это вообще принесло какие выводы я сделала из всего вот этого вот безобразия так что дальше будет мои рассуждения если вам интересно то оставайтесь я извиняюсь если будут очень посторонние звуки просто очень ветрено тут надо мной всякие проволоки шумят почему вообще я решила снять видео для youtube а я думаю основной причиной было то что на тот момент мой блог который был основной мой такой до активной скажем площадкой он стал менее активной потому что большинство блогеров с которыми я была знакома на платформе блог спот это платформа от гугла они стали уходить в инстаграм ну потому что инстаграм он проще он быстрее тебе не нужно писать пост специально садиться к ноутбуку вставлять какие-то туда картинки все прочее это инстаграме все гораздо быстрее и потому и поэтому большинство девочек рукодельниц которыми я знакома была по блогам все они на данный момент активно в инстаграме и блоге некоторые конечно из них ведут некоторые блоги закинули и я могу сказать что я в том числе потому что данный момент мой блог это просто репосты видео с канала так как блог мне уже не давал той отдачи мне не было никакой обратной связи комментариев в блогах в блоге на посты практически не было либо они скажем так повторялись теми девочками которые мне уже пишут тоже в инстаграм и отдачи никакой нет стимула никакого нет вести блог и вот наверное именно это в основном послужило для того чтобы я пыталась снять видео это было что-то новое для меня это было интересное это было страшно и первое видео которое я снимала я конечно настраивалась я никому ничего не сказала что я буду это делать я пошла в лес гуляла и держа вот так вот на вытянутой руке перед собой свою сколько килограмма полтора наверное свою зеркалку я пыталась все это снять понятное дело что это с искажениями картинка получается потому что слишком близкое расстояние качество вышло не очень я говорила постоянно что-то не то я пыталась записать кстати с одного дубля чтобы меньше было потом вырезать что я еще не продумала как я буду это монтировать в итоге я все это смонтировала я просто нашла на компьютере и потом windows movie maker и что-то такое в нем сделала какой-то примитивный там монтаж и даже сделала какую-то небольшую заставочку с картинками которые там есть в шаблонах и выложила вот наверно да такое ощущение выложила и закрыла глаза что будет я конечно потом показала и мужу и он так вообще был горд мной обалдеть ты серьезно выложила на youtube видео с собой в общем он был в шоке приятном да и я запустила это видео себе куда только можно и вот тогда же при первом видео я уже получила критику о том что да я часто говорю вот 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 но так как это было первое видео ты еще не толком не понимаешь как что говорить и все это тебя смущает ты и ну вот ну вот ну вот все это было я конечно так сначала что-то такое в как вроде хотела возмутиться но потом поняла что да ведь это действительно так и надо это просто принять эту критику понять какая ошибка и начать ее справлять и поэтому да вот топ его видео оно было таким и стимулом и ткнула сразу в ошибки и тем не менее я не сдалась не перестала после этого снимать я продолжила как я где-то вычитала что первые два-три раза делать что-то новое страшно а потом это уже нормально входит в привычку это делаешь без боязни вот я думаю также из видео было первые два-три раза до было что-то страшновато как-то а сейчас это все уже гораздо проще и понятное дело что было так непривычно ты сидишь один на один с камерой в камеру что-то пытаешься говорить все это очень странно но тем не менее я рада что я решилась на это еще съемка видео стало для меня таким средством наверное для улучшения моей речевой деятельности сейчас загнула в общем я человек который мало говорит наверное но я себя вот я себе такой считаю что да такая стесняшка я в компаниях слушатель я вряд ли могу поддержать какую-то активную беседу и мне сложно сходу вот так вот найти какие-то слова что-то красиво как-то придумать что-то сказать мне все это очень сложно и съемка видео она стала таким я не знаю как это называть средством тренировки себя потому что хочется если ты снял сел снимать видео тебе хочется записали так как можно быстрее да с одного там дубля с минимум повторов что потом не делать сильно какой-то громоздкий монтаж и поэтому да вот видео оно для меня как вот такой учитель моей речи чтобы я могла более четко и быстро выражать свои мысли вот опять я сказала вот после того как я вот записала первые какие-то видео монтировала их простом вам для там вот тому в мейкере я поняла что мне его не хватает хочется что-то другое муж нашел бесплатную программку видеомонтажа и я ее практически сама все изучила я нашла пару уроков на том же ютюб основные моменты как и что чего там делать дальше я ее сама разобрала уже как видеть кого чего и и в ней до сих пор монтирована очень простая интуитивная понятная и мне вообще доставляет прям вот радость не на сесть за монтаж ну вот нравится просто сам процесс это мне нисколько можно сказать не нудно это надо собраться просто чтобы сесть потому что все-таки время занимают от это точно много но когда начинаешь все это на кусочки резать монтировать музыку вставлять мне это все очень очень нравится и вот такой вот то что новое да я изучила что новое узнала придя на youtube это как раз монтаж видео из того чему еще научилась я на ютюбе чуть чему сподвиг ну конечно же это создание картинок для видео но так как я увлекаюсь фотографии я знаю photoshop и lightroom то создавать картинки делать какие-то такие красивые заставочки но труда не доставляет никакого также это знание в области чего это в области такого отдаленного маркетинга да то есть ты должен правильно прописать название должен правильно прописать все теги чтобы твое видео находилось чтобы оно было интересно очень много полезной информации предоставляет сам youtube в плане того как снимать ролики как делать так чтобы они были интересны зрителям чтобы они быстрее находились зрителям я все это изучила прочитала это очень полезная информация и ее нужно активно использовать чтобы канал ваш развивался ну и конечно же самое наверное главное я нашла здесь огромную кучу творческих интересных людей которые тоже увлечены вязанием рукоделием очень приятно смотреть все ролики которые рукодельные где-то ты знаешь новую информацию где-то ты видишь новые модели я не знаю новая пряжа просто красивые интересные рассказы интересные люди в кадре все это очень классно за год как я на ютюбе рукодельный ютюб очень просто вырос невероятно огромное количество стало рукодельных блогеров так что я однозначно могу сказать что я рада что попала сюда я рада что продолжаю развивать свой канал и снимать видео и я планирую делать это дальше потому что я считаю видео это более информативный способ донесения информации так невозможно описать что-то рассказать про что-то текстом либо просто фотографиями видео но в этом плане имеет очень широкие возможности и наверное сделаю какие-то выводы которым я пришла на данный момент подписался на листочек и вам их озвучу youtube конечно же огромная площадка и площадка с огромными возможностями здесь куча различных направлений видео от обучающих это развлекательных от личных до каких-то там очень полезных видео дают максимальную информативность и размещать информацию о себе рекламировать даже себя каких-то магазин и свои товары и прочее гораздо круче именно с помощью видео снимать видео очень интересно тебе приходится владеть информацией по многим тематикам ты сам себе и режиссер и оператор и монтаж ты делаешь сам и звукорежиссер тоже ты и фотограф и фотошопер и постпродакшен продвигаешь ты себя делая репосты в общем все все это в одном лице в одном флаконе это очень большой круг рукодельных блогеров которые общаются которые активно между собой сотрудничать и снимают кучу кучу интересных видео на юбе очень быстрая обратная связь ты снял видео ты видишь какое количество просмотров она набирает там за день за два или за час ты видишь количество лайков и комментариев и можешь сразу же оценить насколько ты интересен и полезен для своего зрителя ну и конечно эти вот эта площадка на которой можно заработать допустим какие-то космические деньги но тем не менее ну и если бы конечно у меня была возможность вернуться назад и допустим начать все заново с чего бы я начала чтобы я изменила зайдя на youtube честно говоря я бы не изменила ничего я бы оставила все как есть оставила бы все свои ошибки все свои косяки которые допустила в процессе создания и выкладывания видео пусть бы все это было это было бы наверное круто если бы я начала снимать видео раньше да ну что ж вот такое у нас получилось видео я у вас сегодня солнечная и полосатая пусть частичка тепла и хорошей погоды летит к вам я рада что я на youtube мне нравится снимать видео я буду продолжать это делать и если вы еще сомневаетесь стоит ли быть видеоблогером то не сомневайтесь точно стоит спасибо вам всем огромное за просмотр до новых встреч и пока пока